Всем привет, с вами Нревар. Сегодня поиграем на другом аккаунте. Здесь тоже есть на данный момент бесконечный резерв, потому что я его подключал в самом-самом конце. И, соответственно, на этом аккаунте еще бесконечный резерв будет два дня. И, соответственно, эти два дня я могу на этом аккаунте потестить что-то другое. На своем аккаунте я проверял ищейки, говорил, что они имба. Но люди говорят, что типа, а как нам добраться до ищек? Нам же надо какие-то войска. Не у всех есть 16 ранг. И окей, на этом аккаунте 6 ранг. Просто тупо 6 ранг. На прошлом сезоне я какой-то стрим делал, по-моему, на нем. И, соответственно, чуть-чуть прокачался. И на этом аккаунте мы сейчас с вами попробуем поиграть этими ударными вертолетами. Посмотрим, что они могут. Потому что это, ну, отстойно. Это, ну, собственно говоря, как-то так. Ударными вертолетами. Давайте попробуем вот этим новым вертолетиком поиграть. Сможет ли он что-то дельное показать? Сможет ли он как-то вот прям красиво что-то делать? Я понимаю, конечно, что есть обстрел и есть артиллерия. Но попробуем поиграть им и посмотрим, сможет ли он показывать какой-то класс. Короче, для начала давайте выкачиваем то, что надо. Я уже начал выкачивать здесь десантник. Точно так же дальше выкачиваю канонерку первоначально на 4-й левел. Дальше посмотрим. Дальше выкачиваю бамц на 3-й левел, потому что это дешево. Следующее выкачиваю... Так, мне надо 300, чтобы открыть. Так, следующее давайте выкачиваем пулик на 4-й левел. Пока на данный момент, блин, здесь, видите, очень-очень мало. И, соответственно, мало токенов для апгрейда, мало ключиков, мало всего. Так, еще надо немножко. Окей, давайте снайперку прокачаем тогда. Так, еще мне надо 30 этих шестеренок. Так, вот это. Вот это. Хм, вот это. И вот это. Все, собственно говоря, открываем 10. Мне надо 110 этих вот ключиков для того, чтобы дойти до этих вертолетов. Ого-го, вот это поворот. Просто как только я открою третье машинное отделение, мне будут больше подкидывать именно противников с тремя машинными отделениями. Я не хочу. То есть на три машинные отделения могут противники уже быть вот где-то вот здесь. А я буду вот только вот здесь. И, соответственно, я лучше хочу сейчас на данный момент поиграть с двумя машинными отделениями. Попробовать как по прокачке именно здесь. Что я вам скажу на двух машинных отделениях? На двух машинных отделениях сильно просто играть. Не знаю, зачем разработчики это сделали. Сейчас вам покажу, сейчас вам покажу фишечку, то есть вот люди еще не раздуплились, то есть люди вот еще не раздуплились, как бы целый день уже прошел, грубо говоря, я уже выкачиваю второй аккаунт, но люди так и не раздуплились, как играть на двух машинных отделениях. Смотрите, что вам надо для того, чтобы выигрывать на двух машинных отделениях, вот это, все, то есть, грубо говоря, второй левел, грубо говоря, третий левел, здесь мог бы быть точно так же и второй левел, здесь это просто так выкачал для того, чтобы с вертолетиками стакать эту способность на атаку, вам всего лишь нужно вот эту, вот это и, грубо говоря, на четверочку выкачана сама канонерка. Смотрите, как это работает. Загружаем полностью, загружаем все наши войска, ждем подбора противников, после этого наблюдаем, о, блин, да сколько же защитных сооружений, это же такая боль, это же как это все вынести, бам-бам-бам, высаживаем просто солдатиков в базук, с двух зарядов сносим первое машинное отделение и начинаем дымашить второе машинное отделение и ждем, когда наши солдатики вместе с базуками набьют достаточное количество заряда для того, чтобы запулить последний. Последний обстрел в последнее машинное отделение, грубо говоря. Здесь даже если все они погибнут, самое главное, чтобы просто тупо набили заряд, все. Больше ничего не надо, даже они, если они не пройдут, мне вообще фиолетово, все, 3.32, 3.32, то есть кто там пытается как выносить на двух машинных отделениях, я реально без понятия, 3.32, все. Народ, окей, моя раста оказалась не окончательной, нашелся умник, который прервал мою снова серию победок. Этот умник показал мне вот такую расту, что сюда-то он не пойдет без фитиля, ему придется это, 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 и только потом это и вот это. Так что будем сейчас пробовать с таким подходом. Так, короче, народ, сейчас в основном уже все на таком большом количестве медалек идут с такой раста, как их аттащить. Для этого только солдатики, only, only солдатикс, потому что они бегут гораздо быстрее, чем базуки. Высаживаем раз, два, три, четыре, четыре лодки сюда и ждем, пока эти солдатики снесут первые защитные сооружения, то есть они должны снести вот эти два. После этого мы будем подсаживать вторую порцию солдат. То есть мы ждем одно и сейчас высаживаем вторую порцию солдат. Пока они дойдут сюда, они снесут это и переместятся сюда. И для вот этого фитилька, вот это машинное отделение будет ближе, чем вот эта пушка. И, соответственно, вот основная часть солдатиков пойдет именно на это машинное отделение. Так-с, сюда бросаем и сейчас смотрим, ну, в зависимости от того, насколько его солдатики оказались проворнее, чем мои солдатики. Тут уже, на самом деле, решают доли секунд. Ну, возможно, да, мои солдатики третьего левела, возможно, чуточку быстрее. Сейчас проверим. 3.17, в основном там 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 получается. 3.12, да, мои солдатики оказались немножечко проворнее. С двумя машинными отделениями все понятно. Давайте попробуем перейти все-таки на третье машинное отделение, прокачать эти вертолеты и посмотреть, что они себя будут представлять. Просто, как только вы открываете третье машинное отделение, сразу же, просто сразу же вам теперь будут попадаться противники с тремя машинными отделениями. То есть, я могу, вот просто, смотрите, только открыл третье машинное отделение. То есть, до этого у меня 100% были абсолютно все противники, абсолютно все противники с двумя машинными отделениями. Давайте сейчас проверим, вот просто первый же бой, три машинных отделения То есть, если вдруг вы не готовы переходить на третье машинное отделение, не переходите на третье машинное отделение Потому что назад вы уже точно не вернетесь Ну, а здесь, как видите, уже гораздо сложнее все это сделать Потому что надо будет сносить сразу первоначально одно машинное отделение, потом другое И только потом сносить третье машинное отделение То есть точно так же Здесь как вы видите Меня просто уже под ноль сносят Меня просто уже тупо сносят под ноль Потому что у людей прокачаны и пушки бум По линейке То есть я вам сейчас покажу Плюс по ходу прокачана канонерка на максимум Потому что у людей хватает заряда канонерки Чтобы снести сразу Просто тупо сразу с двух обстрелов Но у меня такого ничего нет Да в бомбич именно так работает Что вам попадаются противники Почему-то жестче чем вы Гораздо жестче чем вы Смотрите У людей есть пушки бум У людей есть вертолеты У людей есть пушки бум У людей реально есть вертолеты То есть я открыл буквально третье машинное отделение У людей уже здесь выкачаны У людей уже здесь выкачаны При том, что здесь и здесь на максимум, походу, а, и фитиль выкачан То есть, ого-го-го-го, а я только открыл третье машинное отделение Поэтому, если вдруг вы решили все-таки переходить на третье машинное отделение То сразу же прокачиваете очень много Давайте, бэмц, 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 бэмц Максимум, максимум, теперь давайте Теперь давайте, 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 зарядка на нерке Ну и вот сейчас давайте попробуем, что эти вертолетики из себя будут представлять Ну давайте еще здесь вот так выкачаем Для маленькой перестраховочки И теперь, кстати, уже на здание дефа можно выставлять Потому что, потому что надо Просто так три машинных отделения снести не получится И, соответственно, противникам придется пробиваться через ваше здание дефа Единственное, сейчас по расти посмотрим, как у других оппонентов Насколько высоко люди сидят Я думаю, здание дефа лучше заносить в самый конец Чтобы противнику, если даже сносить с канонерки То пришлось бы бежать полностью к самому-самому концу И только отсюда начинать выносить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Все, теперь пробуем именно этими вертолетиками Но плюс булит Булит особо не поможет, он все равно гораздо медленнее ездит И да, действительно, действительно неправильно прогрессована, неправильно написана скорость Потому что я вижу, что летают они гораздо быстрее, чем написано То есть написано так, скорость медленная, но, по-моему, летают они гораздо быстрее При том, что гораздо Как по мне, очень главный косяк такой, что когда вертолеты не добивают зданий И заканчивается фитиль, они больше по этому зданию почему-то не стреляют Мне кажется, так не должно быть Потому что базуки уже, когда нашли до здания Даже фитиль, если пропал, они все равно стреляют по зданию Почему-то вертолеты теряют свою цель и начинают бить абсолютно рандомное левое здание Которое стоят рядом, но не штаб, которым не надо И на который первоначально был запущен фитиль Смотрите, вот такие классно базы брать То есть вот это можно снести с коронерки То есть нам просто вдаль запустить вертолеты Высаживаем и под дымом сейчас их поведем Минус одно Минус второе И сейчас просто с коронерки добиваем третий Все Бомбардиры это полнейшее говно на трех машинных отделениях Просто самое полнейшее говно, которое вы можете прокачать по ветке То есть вот это, это просто пэм-пэм, запрет То есть не качайте, пожалуйста Пожалуйста, на трех машинных отделениях есть быстрые вертолеты Есть очень быстрые ищейки Вот это, это не быстрое говно Это вот просто, это жесть На трех машинных отделениях вы просто будете постоянно терпеть Вы будете постоянным терпилом, потому что вас будут сносить раньше, чем вы этими дурацкими бомбардирами хоть что-то сделаете Для этого у вас есть реально вертолеты, либо, как я показывал на своем основном аккаунте, либо реальные ищейки А вертолетики мне дали возможность подняться на золото, ну, реально, ну, очень легко То есть, действительно, очень легко Так, ну и давайте адекватный повтор, а не то, что там, например, типа, просмотр вашей атаки Смотрите, вот это отстойная база, ну, отстойная, реально, лучше так не делайте То есть, эти два машинные отделения сносятся, вы просто туда изи завозите или ищеек, или те же вертолеты Это сносится с канонерки, все Собственно, грубо говоря, вообще не надо напрягаться по поводу сноса этой базы Это очень просто, и так расту делать не надо Давайте все-таки сделаем адекватную атаку на хорошую расту, когда защитное сооружение расположено в самом-самом конце И, соответственно, вот, к ним трудно добраться вертолетами Конечно, можно взять четыре вертолета, четыре, например, каких-нибудь солдатиков, чтобы они спокойно расчищали Но это долгий путь Вы поймите, чем выше будете вы подниматься, тем с более сильными оппонентами вы будете играть То есть, которые умеют играть бумбич, и которые просто так не дадут вам зачищать всю их базу без наказания, грубо говоря, и побеждать Поэтому давайте высадим аккуратненько сюда, и теперь оп, полетели, 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 полетели И оп, сюда Еще один фитерек Потом второй перебрасываем, и теперь бам-бам Все Сколько? 3.30 3.30 Вот, это действительно хороший тайминг То есть, главное, это снести два машинных отделения с помощью вертолетов и с помощью фитилей Последнее вы просто по-любому добьете чисто с канонерки Смотрим, насколько быстро мой оппонент снес 3.22 То есть, я быстрее Чем он сносил? Вертолетами? Да, вертолетами, но походу он просто защищал Вот, вот о чем я говорил Если вы будете просто защищать, вас другие снесут быстрее, чем вы, когда будете просто защищать Я на 8 секунд справился с этой миссией быстрее Именно поэтому вертолетиками я бы советовал аккуратно играть То есть, зачистка вам, конечно, на 16 ранге, в принципе, вы сможете поиграть Когда вы вырастите до 18, 19, 20 ранга То здесь вам уже вот так зачищать всю карту точно не дадут Там будут ищейки Там будут вертолеты через петель, как я вам только что показываю Поэтому учите сразу же играть правильно, чтобы у вас все получалось И вы с удовольствием играли в боевые корабли Собственно, такое видео по поводу развития на двух машинных отделениях По поводу развития на трех Ну, я думаю, еще на трех развития будет чуточку дальше Потому что я еще не все открыл Здесь здание дефа появится, здесь здание дефа появится, здесь мины еще можно открывать Но первоначально, первоначально действительно вертолеты я протестировал Очень и очень неплохие И ими реально хорошо получается играть Но если вы не будете подряд все сносить Если вы будете подряд все сносить, вы снесете 100% базу оппонента Потому что вертолеты будут тащить Но время, какое время на это вам понадобится Короче, все С вами был Андрей Вар Подписывайтесь, ставьте лайки И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok